Привет! Как ты помнишь, совсем недавно мы были в Италии и практически на каждом шагу самый популярный итальянский десерт каноли. Я обещала, что мы обязательно приготовим их вместе, но настал тот день. Сегодня каноли с рикоттой, фисташкой и шоколадом. Готовим? Начинаем с приготовления теста. Все очень просто. Можно сделать замес вручную, можно воспользоваться комбайном. Так будет намного быстрее. Выбираем насадку не венчик, а вот такую насадочку веслом. Рука тоже может служить веслом, если надо. У кого нет комбайна. Мука. Чашу комбайна. Сахарная пудра. Я часто встречала, кстати, рецептуры с сахаром, но поверь мне, с сахарной пудрой каноли получаются более нежные и лучшей консистенции, чем с сахаром. Обязательный ингредиент это корица. Порошок корицы сюда же. Если ты не любишь корицу, конечно, ее можно заменить и на ваниль, или вообще исключить из рецепта. Немного соли. Холодные кубики сливочного масла. Я выбираю, кстати, масло жирностью не менее 82%. Перемешиваем сухие ингредиенты. Перемешали. Добавляем холодное сливочное масло и снова перемешиваем до состояния крошки. Снова перемешиваем на низких оборотах, чтобы не припудриться. Перемешали. Дальше у нас здесь яйца и белок. Одно яйцо и белок. Добавляем яйцо. Белок. Еще один ингредиент. Может возникнуть вопрос, для чего он нам нужен. Это уксус и это алкоголь. В данном случае это белое вино. Именно алкоголь в данном рецепте даст нам вот эти пузырьки на каноле. То есть они будут пузыриться и слоиться. И это влияет и на внешний вид, и на вкусовые качества. Поэтому не исключай ни уксус, ни вина. Детям можно. Все это будет готовиться, поэтому алкоголя никакого не будет. Перемешиваем. Как только вся мука увлажнится, лучше тесто домешать вручную, чтобы не перемешать. Так. Вся мука увлажнилась. Пластиковый скребок. В принципе, все красиво и однородное. Можно совсем чуть-чуть домешать. Подпылять мукой не нужно. Не нужно добавлять лишнюю муку. Так. Есть. Пищевая пленка. Оборачиваем пищевой пленкой. И убираем в холодильник на несколько часов. Это обязательное условие. Так тесто будет более податливым, с ним удобнее будет работать. Дайте ему возможность отдохнуть. Холодильник на 2 часа. Тесто отдохнуло. Достаем его из холодильника. Есть. Берем скалку и раскатываем максимально тонко. Буквально 1-2 миллиметра толщиной. За счет того, что тесто полежало в холодильнике, оно стало очень таким, как ты видишь, эластичным. С ним легко. Говорит Лиза, которая практически лежит на тесте. С ним легко работать. И на самом деле отличное тесто. Подпылять мукой не нужно. Вишняя мука нам ни к чему. Она сделает каноли более жесткими. Максимально тонко. Из этого теста у нас получится 25 каноли. Очень популярны в Италии не только вот такие каноли с корицей. Можно встретить еще шоколадные. Небольшое количество какао в рецепте сделает твои каноли шоколадными. Раскатали. Максимально тонко. У меня здесь форма диаметром 8 сантиметров. В принципе, это может быть чашка или стакан. Поскольку я кондитер, у меня таких всяких форм полно. Вот эти остатки, они совсем не остатки. Из них можно продолжать раскатывать их и готовить каноли. Теперь нужно докатать максимально тонко каждую такую лепешку. Так, и следующий момент, это формы для каноли. У меня вот такие есть специальные термостабильные формы. Диаметр где-то 2,5 сантиметра. Вот такие. Если вы такие не нашли, это не часто встречающаяся форма, да. Можно сделать, кстати, они еще есть, бывают, вот такие металлические формы. Можно взять фольгу и обернуть вот много слоев таких, сделать себе, допустим, 5-6 вот таких формочек из фольги. Это очень удобно, если честно, они очень хорошо достаются по тонканоли. Нужно подождать, пока они немножко остынут. Но, в принципе, я пробовала, вполне можно обойтись и вот такими бигудями. Что-то на бигуди похоже. Интересно, можно на бигуди это наделывать? Они же тоже могут быть термостабильными, да, вот эти, которые? Так, ладно, шутки в стороны. А они же просто бигуди в пупырышку, и это все залипнет, мы не снимем, да. А вот эти бигуди, может быть, которые металлические, знаешь, такие? Чего вы там выварите? Что с ними будет? Наверное, такие же. Это я так думаю. Вот. Так вот, раскатали максимально тонко. Взяли формочку. Заворачиваем на формочку, и вот это место стыка, место склейки, кстати, вот это кусочек у меня лишний, чтобы не было нахлеста такого двойного, вот это место стыка нужно промазать водой, чтобы хорошо склеились к каноле. И вот мы подклеились, и хорошо прокатать, чтобы вот это место стыка, чтобы оно хорошо состыковалось тут. Оп, есть. Можно уже включить масло, у нас каноли жарятся во фритюре. Кстати, каноли можно готовить и во фритюре, и в духовке. По сути, это наши привычные нам трубочки. Ну, я делаю каноли во фритюре. Тогда более хрустящие. Так, сейчас тоже срежу немножко лишние кусочки. О, милочек. Я готов. Изолировала. Бедные кисюни. Им мои съемки не весело. Он бы тут сейчас помогал, он такой помощник вообще. Масло у нас разогрелось, но горячее. Будьте осторожны, это хуже карамели. Температура очень высокая. Тарелка. Бумажное полотенце, чтобы лишний жир убрать. Отправляем каноли. Да. Все, каноли готовы. Осторожны. Они должны немного остыть, для того, чтобы изъять формы. Вот эти трубочки. Снимаем остывшие. Красота. Трубочки готовы. Остается приготовить крем. У меня получилось 25 красивых трубочек. Я тут несколько припрятала. Вот это немного более загорелое, чем остальные. И вот одна у меня такая. Брак есть. Видите, что будет, если я плохо склею. Тут практически, видимо, водой не промазала. Вот такой получится. Ну, не менее вкусно, но не так презентабельно уже. Мы ее все равно начиним кремом. Ну, красавица. Приготовим крем. Крем для каноли готовится на основе рикотты. Рикотта, сахарная пудра. И я добавлю немного лимонной цедры. Можно заменить на апельсиновую цедру, цедру лайма. Или добавить немного алкоголя. В Украине рикотта не очень популярна, да. Но у нас есть прекрасная альтернатива. Это творог. Или же можно заменить кремом сливки. Просто взбить сливки с небольшим количеством маскарпоне. Получится тоже очень вкусно. Я буду использовать все-таки рикотту. Классический вариант каноли. Рикотта. Сахарная пудра. И немного лимонной цедры. Взбиваем. Крем должен увеличиться в объеме, стать пышным и воздушным. Нам понадобится еще дополнительно шоколад. У меня здесь маленькие дропсы. Очень симпатичные. Если у вас более крупные кусочки шоколада, его нужно подробить. И фисташка. Это иранская изумлудная фисташка. Очень красиво смотрится, выигрышно. Мы ее тоже немножко подрапим. В пакете. Знаешь, не одним соседям ремонт делать. Доставать меня своими дрелями. Пусть думает, что я целый день отбивные делаю. Вот так немножко покатали, покатали. Все готово. Крем готов. Кондитерский мешок. Выворачиваем мешок. Это пластиковый скребок. Наполняем кондитерский мешок кремом. Здесь насадка необязательная. Чеку. Крем. Шоколад. От крема трубочки могут очень быстро само тесто размокать. Поэтому обычно крем лежит отдельно храниться. Трубочки можно хранить в течение дня в герметично закрытом контейнере. И подавать, наполнять кремом прямо перед подачей. А еще можно промазать внутри сами трубочки тонким слоем шоколада. И он немного будет удерживать влагу. Тогда трубочка останется хрустящей. Не будет размокать. Красота. Правда? Практически все, да не все. Сахарная пудра. Немного корицы. Перемешиваем. Такой заключительный штрих. Обязательно приготовьте каноли. Это очень вкусно. И подписывайтесь на мой канал, чтобы узнать новые вкусные рецепты.